В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Изменения в устав, приватизация муниципального имущества и развитие инфраструктуры. Прошло первое в этом году заседание Городской думы. Победа на Международной профессиональной олимпиаде учителей. Педагог лицея номер 15 Татьяна Устюжанина вошла в топ лучших преподавателей русского языка. Любителям экстрима на товарной базе возобновил свою работу скейт-парк. Далее расскажем обо всем подробно. В России расширена программа лечения по полюсу ОМС. Выросло финансирование и добавились новые услуги. Стали доступны 18 новых методов высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях. 2,5 миллиарда рублей выделено на квоты для бесплатного приема пациентов в частных клиниках, которые оказывают высокотехнологичную помощь. Увеличено финансирование плановой диспансеризации и проведение профессиональных осмотров. Уменьшу срок ожидания лечения в стационаре. Теперь ждать специализированной медпомощи все пациенты будут до 14 дней, а с онкологическими заболеваниями до 7 дней. Кроме того, если раньше после первого подозрения на рак пациент мог ждать визита к онкологу почти неделю, то теперь врач обязан принять в течение 3 рабочих дней. Онкобольные смогут записаться на компьютерную томографию в течение 7 дней, а не 2 недель, как это было еще в прошлом году. Также теперь онкопациенты по ОМС получат и медико-генетические исследования. Расширен список жизненно необходимых препаратов. В нем появились средства для лечения опухолей, бронхиальной астмы и ряда других заболеваний. Пациенты будут обеспечены ими бесплатно в случае экстренной необходимости или при лечении в стационаре. Еще одно нововведение – психологическая и медико-социальная помощь для будущих мам в женской консультации. Какие именно услуги входят в ОМС и должны быть бесплатными, можно узнать в своей страховой компании. К другим новостям. Внесение изменений в устав Сарова, развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, приватизация муниципального имущества. Эти вопросы обсудили депутаты на первом в этом году заседании Городской Думы. Также речь шла об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. Кроме того, на заседании заместитель председателя Городской Думы Сергей Жижин объявил о своем уходе с поста. Подробности далее. Сергей Жижин занимал должность заместителя председателя Городской Думы с марта 2016 года. До этого он занимался подбором персонала в Орфеадсвнеев, затем был исполнительным директором технопарка Саров. В январе он возвращается в ядерный центр, где возглавит управление по реализации перспективных проектов и будет заниматься развитием гражданских направлений продукции и территориальным развитием города. Не секрет, что в рамках проекта «Большой Саров» много проектов сосредоточено. Это развитие и кластера Саров Арзамас Дивеева, это развитие проектов научно-образовательного центра, проектов по территории переживающей социально-экономического развития. Вот все то, что не удавалось здесь в рамках ограничения полномочий было сделать, встретиться, предусмотреть, съездить, сейчас это можно будет позволено сделать. Сергей Жижин останется секретарем местного отделения партии «Единая Россия» и председателем комитета по градостроительству и имущественным отношениям. Занимать две должности – в ядерном центре и в Думе по уставу города нельзя. Энергии, знания и опыта у него достаточно, чтобы успеть на этих двух должностях – и работа в НИЭФ, и работа в Думе. Но устав превыше всего, и мы проголосовали сегодня за досрочную отставку Сергея Александровича. Также на заседании Думы депутаты утвердили новый перечень объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионного соглашения. В прошлом году концессия в отношении Горводоканала не состоялась. Органы местного самоуправления каждый год обязаны такой перечень утверждать. Концессия – это один из инструментов, который предлагает государство в плане эксплуатации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Для принятия взвешенного правильного решения нужно подготовить разумную, четкую, прозрачную технико-экономическую модель. Для того, чтобы ее подготовить, нам, как базовая ее составляющая, это и является перечень имущества, по которому мы считаем всю эту модель, соответственно. Большинством голосов депутаты проголосовали за утверждение перечней. Кроме того, на заседании глава города Александр Тихонов поздравил заслуженного тренера России Виталия Михайлова с юбилеем и вручил ему почетную грамоту Сарову за вклад в развитие физкультуры и спорта. Со своей стороны депутат ЗАГС Собрания Нижегородской области, заместитель директора Рафиац Внеев Юрий Якимов также отметил заслуги Виталия Карловича и наградил почетной грамотой ядерного центра. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В субботу, 25 января, для всех студентов при предъявлении студенческого билета пройдут бесплатные заплывы в бассейне «Дельфин». Время начала сеансов можно посмотреть в группе департамента по делам молодежи и спорта ВКонтакте. Также 51-х студентов, которые в этот день придут в Ледовый дворец на массовое катание, попадут на каток бесплатно при предъявлении студенческого билета. А накануне, 24 января, студенты могут свободно поплавать в бассейне «Ариэль» в молодежном центре. Время сеансов с 18 до 21.45. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 2021 года российские водители смогут воспользоваться системой «Эроглонас» при оформлении ДТП по Европротоколу. Об этом сообщает газета «Известия». После аварии не нужно будет фотографировать повреждения автомобилей, так как информация в обстоятельствах происшествия будет поступать страховщикам автоматически. Водителю достаточно будет после аварии нажать кнопку «СОС» системы экстренного реагирования, чтобы направить все данные в страховую компанию. Саровская православная гимназия объявляет набор в первые классы. Заявление от родителей начнут принимать 31 января в 19 кабинете гимназии. Она находится по адресу Октябрьский проспект, дом 16. При себе необходимо иметь паспорт, копию свидетельства о рождении ребенка, справку о прописке, а также копию медицинского полиса. Заявление о приеме начнут принимать в 10 часов утра. В Сарове пройдет открытый конкурс по автоспорту «Зимний слалом». Соревнования решили посвятить 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Любители автоспорта приглашают в воскресенье 26 января на автодром ДСАФ. Регистрация и жеребьевка начнутся в 9.30, а сами заезды стартуют в 10 часов. Более подробной информации по телефону 9-8103. Учитель лицея номер 15 Татьяна Устюжанина приняла участие в Международной профессиональной Олимпиаде учителей «Профи-2019». Состязания проводили по математике, русскому языку, физике, химии, биологии, информатике, обществознанию и английскому. В Олимпиаде по русскому языку участвовали почти 2000 педагогов. Саровчанка вышла во второй очный тур и по его результатам вошла в топ-50 лучших преподавателей русского языка. Международная профессиональная Олимпиада учителей «Профи-2019» прошла в 12-й раз. Это уникальный конкурс, позволяющий получить объективную оценку знаний и повысить уровень предметной компетентности участников соревнования. Учитель лицея номер 15 Татьяна Остюжанина успешно прошла очный тур и по его результатам вошла в топ-50 лучших преподавателей русского языка. «Профи» – это международная профессиональная Олимпиада для учителей, организованная Высшей школой экономики города Перми по заказу Министерства образования края. За 11 лет в конкурсе приняли участие более 60 тысяч учителей. Это представители всех регионов России и 12 иностранных государств, стран ближнего зарубежья. Традиционно сочетания проводятся по 8 предметам – математики, русскому языку, физике, химии, биологии, информатике, обществознанию и английскому языку. В 2019 году в Олимпиаде по русскому языку приняли участие почти 2000 педагогов. Испытания проводятся в два этапа. Первый – заочный, дистанционный. Второй – очный, на региональных площадках. В нашем случае это Высшая школа экономики в городе Нижнем Новгороде. Участникам конкурса предлагаются непростые задания предметного и методического характера. Задания конкурса, считает Татьяна, мотивируют к самосовершенствованию и развитию профессиональных компетенций, что важно для учителя. По окончанию испытаний для всех участников проводятся консультации, где разбираются наиболее сложные задания. И учитель может получить ценные рекомендации по работе с одаренными детьми. Замечательно. Когда ученики видят, что их учитель развивается и также готов пройти интеллектуальные испытания, какой проходят и они, это всегда заставляет их лучше работать, тянуться за своим преподавателем. В сфере образования Татьяна работает 24-й год. Постоянно участвует в профессиональных конкурсах разного уровня. В 2015 году она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». Ее ученики показывают высокий уровень предметной подготовки. Свою работу я называю настоящей, живой. И мне ценно то, что знания, которые я закладываю в детей, те умения, которые в них формирую, помогают им расти интеллектуально и духовно, помогают им добиваться успеха. Учитель должен постоянно работать над собой, повышать свою профессиональную компетентность, интересоваться новостями своей специальности. Татьяна – прогрессивный педагог, которая с уверенностью открывает ученикам новые горизонты. Юлия Богоносцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. День Победы – самый важный праздник для нашей страны. 9 мая навсегда останется в памяти людей. Все, кто защищал Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны, совершили подвиг. И в наших силах сделать так, чтобы героизм прадедов помнили и чтили будущие поколения. Отдать, дать уважение тем, кто ушел, и поблагодарить тех, кто еще с нами. Для этого Молодежный Центр приглашает горожан принять участие в создании передвижной фотовыставки «Фронтовой портрет. Судьба человека». В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы передать молодому поколению знания о подвиге наших предков, не забывать историю и быть достойными преемниками победителей, Молодежный Центр создает передвижную фотовыставку «Фронтовой портрет. Судьба человека». В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которая бы не затронула Великой Отечественной войны. Наши прадедушки, бабушки, кто-то был участником боевых действий, кто-то был дружеником тыла, и каждый из них внес свой вклад в победу. Принять участие в выставке могут все жители Сарова, фотолюбители и профессиональные фотографы, которые желают отдать дань подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Принимают фотографии, наградные документальные материалы тех времен. Всего на выставке будет четыре номинации. Первая номинация называется «Фронтовой портрет». Сюда можно присылать фотографии военных лет с 1941 года по 1945 год. Вторая номинация – это «День Победы». Сюда как раз можно присылать фотографии современные, также с праздников, посвященных Дню Победы, с 9 мая, но главное, чтобы на них были изображены ветераны. Третья номинация – «Память поколений». Сюда можно присылать фотографии встреч ветеранов войны, узников, концлагерей с воспитанниками детских садов или школьниками. Главное – отразить в снимках связь поколений. Еще одна номинация – «Судьба человека, незабытый герой, незабытые войны». Это фото, сканы или оригиналы документов и наградных листов времен войны. Работы принимают до 25 января в Молодежном центре. Саму выставку оформят к 18 февраля. Подробности по телефону 9-9108. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Фанбокс и стрит-зона в холодильнике. На товарной базе открылся зимний скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта. На новой площадке ребят будут обучать искусство катания на БМХ, велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. Спортивная секция действует на базе центра внешкольной работы. Подробности далее. На товарной базе состоялась презентация зимнего скейт-парка. В начале декабря любители экстремальных видов спорта обратились в администрацию города с просьбой выделить помещение, чтобы ребята могли заниматься любимым делом и зимой. Решение нашлось быстро. Глава администрации предложил развивать это направление на городском уровне и привлекать в эту деятельность как можно больше молодежи. Поскольку это ребята, подростки, дети – это наша ценность очень городская. Наша задача – использовать городские территории, городские возможности, чтобы ребята могли себя реализовать в позитивных видах, в любых видах – спорт, культура, искусство. Главное, чтобы находились всегда и совершенствовались. Андрей Денисенко с таким предложением согласился, и теперь он не только возглавляет клуб, но и руководит новой секцией Центра внешкольной работы. В новом помещении площадью около 200 квадратных метров занимаются 40 подростков. В скейт-парк ребята назвали «холодильник», так как раньше там стояло холодильное оборудование. Все фигуры для выполнения трюков ребята сделали своими руками. Пока их немного. В дальнейшем мы планируем еще улучшаться, делать что-то новое здесь, потому что это еще не все. Надо еще многое продумать, сделать. Еще сейчас ребята покатаются, скажут, чего не хватает. Мы учтем все эти мнения и сделаем еще фигуры. После небольшой пресс-конференции ребята показали мастерство владения велосипедами и самокатами. Работу им в этот день усложнили видеооператоры и фотографы городских СМИ. Пытаясь сделать красивые кадры трюков, они подходили слишком близко к фигурам. Тем, кто хочет научиться делать трюки на велосипедах, самокатах и роликах, нужно обратиться к руководителю клуба Андрею Дюнисенко. Минимальные требования – это средства защиты. Шлем на коленнике, на локотнике и транспорт, на котором планируете освоить экстремальный спорт. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРОУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!